Добрый день. Мария Владимировна. Это я. Смотрите, нас интересовал вопрос, связанный с Константином Затулиным и с тем, что власти Армении объявили его визит в страну нежелательным. Что МИД по этому поводу, наверное, какие действия предпринять? Были ли ранее подобные прецеденты запрета на посещение страны со стороны Армении нашими гражданами, политиками, общественными деятелями? И какие последствия, собственно, может иметь данная ситуация для отношений между странами? Ну, что касается их мотивации, я имею в виду со стороны тех, кто запрещал и Константину Затулину, и, кстати говоря, по заявлению Маргариты Симоньян и ей тоже, въезд на территорию Армении, что касается мотивации, это, пожалуйста, к соответствующей стране. Мы подобные заявления или сообщения восприняли с недоумением. Напомню, речь идет о депутате Государственной Думы и о главном редакторе Российского средства массовой информации. И мы по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением. То есть мы видели подобные сообщения, мы официально попросили разъяснить, так ли это и с чем все это связано, если это подтвердится. Мы исходим из того, что подобное, еще раз подчеркну, в случае подтверждения этой информации, нужно квалифицировать в качестве дружественного шага, соответствующего союзническому характеру наших отношений. Когда мы получим официальный ответ, тогда будем определяться и с дальнейшими действиями, и с реакцией, и так далее. Я просто хотела бы сказать, я не уверена, что я должна это делать, потому что и Константин Затулина, и Маргарита Симоньян говорят за себя регулярно и, по-моему, прекрасно. Поэтому стоит все-таки прислушаться к их заявлениям. Но давайте я просто на всякий случай повторю, хотя я не знаю, кто их не слышал, что они традиционно выступают за всемирное укрепление двусторонних союзнических связей, контактов между людьми. Мне кажется, что здесь не должно быть никаких сомнений. Я, правда, не слышала никаких заявлений от них иного характера. Они, конечно, являются общественными, политическими деятелями, и у них своя оценка происходящего. То, что они выступают именно в русле развития двусторонних союзнических отношений, никаких сомнений ни у кого никогда не было, и, мне кажется, быть не может. Поэтому, и, конечно, очень не хотелось бы, чтобы придумывались какие-то искусственные поводы в нынешних условиях, когда Запад целенаправленно пытается раскачать ситуацию на Южном Кавказе, вбить клин в отношения между Москвой и Ириваном. А это первый подобный случай? Вот я хотела бы все-таки адресовать вас к той стороне для получения... Понимаете, мы не можем сказать, первый или не первый, когда нам не скажут, что сейчас произошло, было или не было. Вот когда скажут, мы тогда можем понять, первый, не первый, потому что что мы будем сейчас комментировать, когда мы только запросили фактологический материал. Продолжение следует...